В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте, смотрите сегодня. В эфире программа ДПС на ОТС. Выскочил на дорогу и угодил под машину. В новосибирске мужчина на электросамокате серьезно пострадал из-за собственной беспечности. До приезда пожарных пытались сами сбить пламя. В октябрьском районе города на парковке произошло огненное ЧП. Проехать и пройти невозможно. В редакцию программы все чаще поступают жалобы на плохие дороги в мегаполисе и области. По традиции начинаем выпуск со сводки аварийности. Минувшие сутки обошлись без смертельных аварий. Однако произошло несколько серьезных ДТП, больше всего травмированных среди детей. Так, в три часа дня в Ленинском районе пострадала 13-летняя девочка. Она ехала в автобусе. Добралась до нужной остановки и пошла на выход из салона. Шофер транспорта не дождался, пока все пассажиры выйдут. Закрыл двери и начал движение. Ногу подростка зажало. Водитель остановился только после криков очевидцев. Ребенок сейчас в больнице. В том же Ленинском районе Новосибирска в ДТП попал 6-летний мальчик. Его сбила иномарка. 29-летний мужчина на короле ехал по дворовой территории. Скорость была небольшой. Внезапно справа на дорогу выскочил ребенок на велосипеде. Автомобилист экстренно затормозил. Мальчика забрали в лечебное учреждение на осмотр. Еще один инцидент с участием несовершеннолетнего зафиксировали в центре города. На крыловый автомобиль наехал на юного самокатчика. Группа подростков катались на симах по проезжей части. Дети выезжали на встречную полосу, пытались лавировать между потоками. Один из школьников оказался менее проворным. Он ехал по дороге в нарушении всех правил и угодил прямо в бок, заезжающий на парковку машины. Подростка также забрала бригада скорой помощи. Другая серьезная авария с участием электросамоката произошла накануне в Октябрьском районе мегаполиса. Пострадал 37-летний мужчина. Около 8 вечера мужчина на 7 следовал по тротуару улицы Восход. На перекрестке он не стал спешиваться и резко выскочил на проезжую часть. Водитель Volkswagen не успел среагировать. Самокатчик упал на асфальт и получил многочисленные травмы. В том же Октябрьском районе через пару кварталов произошел еще один инцидент. На парковке загорелась машина. Обошлось без пострадавших. Кадрами возгорания и подробным комментарием с места событий поделился подписчик нашего телеграм-канала «Экстренный НСК». На Зыряновской, где мои документы, автомобиль очень сильно дымит. Я боюсь туда подойти. Горят фары. У меня нет огнетушителей, я не могу помочь ничем. Не дай бог сейчас произойдет взрыв какой-то или что. Непонятно. Открытый огонь уже пошел. Открытый огонь пошел. Открытый огонь. Мужчина молодец вот этот. Молодец. А все, открытый пошел огонь. Отходите. Есть еще огнетушитель. Срочно, срочно. Сейчас пожарный греет. На месте работает специальный корреспондент. Экстренный НСК. Все, ребята, тушат все. Слава богу. Вот такой автомобиль. Спасибо большое, что потушили. За час поездки по Новосибирску можно встретить десятки нарушителей ПДД. В редакцию нашей программы написал автомобилист, который был возмущен манерой езды местных водителей и подкрепил свои слова в видео с регистратора. Улица Комсомольская. Мало того, что водитель Инфинити выскочил со второстепенной дороги, не пропустив поток, так еще и проехал по встречке. А это улица Петухова. Торопливый автомобилист на Лексусе пересек двойную сплошную и объехал пробку также по встречной полосе. И здесь же на перекрестке лихачил владелец Субару. Он проскочил на красный сигнал светофора и едва не спровоцировал ДТП. Благо, все обошлось без пострадавших. Этими кадрами заинтересовались правоохранители. Еще одного опасного участника дорожного движения заметили в Кировском районе города. По словам очевидцев, мужчина на моноколесе гнал по проезжей части на запредельной скорости. Приходится объезжать дорогу по парковке и тротуарам. Жители Левобережья рассказали об ужасном состоянии проезжей части. По их словам, ремонтировать участок никто не планирует, несмотря на жалобы. Вот, посмотрите, дорога на Акатуйском, в Кировском районе. Вся разбитая. Столько домов. Никто ничего делать не хочет. Яма на яме. Машины едут, все объезжают. Вот, начинается самое интересное. Какая дорожка у нас хорошая. Вот, посмотрите, вот здесь вообще нереально проехать. Вот, приходится здесь объезжать. Вот такая вот дорога. Никто ничего делать не хочет. В похожей ситуации оказались и жители Кочаневского района Новосибирской области. Они обратились в нашу редакцию и рассказали, что местную дорогу постоянно размывает. Предлагаю посмотреть следующее видео. Уважаемая передача, смотрите, в Прокузском живем. Улица Советская. Как вот людям ходить? Есть администрации, тоже никакой реакции нет. Гридер есть, хоть бы щебенки привезли, подсыпали. В туфлях вообще пройти нельзя. Люди в сапогах ходят до асфальта. Там переобуваются и дальше в магазин дадут ребятишек. Также в детский сад на колясках вообще невозможно проехать. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». В студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и до встречи в эфире ОТС. Базов будем оформлять. Базов будем оформлять. Базов будем оформлять. Продолжение следует...